Шестой класс, тринадцатая серия. Делимость. Число, которое делится на 3, делится без остатка, можно представить в виде произведения. 3 умножить на n. n – натуральное число. Тема делимость рассматриваем на множестве натуральных чисел. При делении на 3 может получиться и остаток. Вот формула числа, которая при делении на 3 дает остаток 1, а вот формула числа, которая при делении на 3 дает остаток 2. Итак, при делении на 3 либо остаток равен 0, либо 1, либо 2. 2. Свойства делимости. Делимость суммы. Первое свойство. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Например, каждое слагаемое делится на 3. Значение суммы будет делиться на 3. Второе свойство. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, то сумма на это число не делится. Например, первое слагаемое делится на 3, а второе при делении на 3 дает остаток. Например, 1. Значение суммы при делении на 3 даст остаток 1. А если был остаток 2, то у суммы будет остаток 2. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Один из множителей делится на 3. Значение произведения будет делиться на 3. Признаки делимости. Признаки делимости нужны для того, чтобы, не выполняя действия деления, сразу дать ответ, делится или не делится. В каком случае число будет делиться на 10, когда это число оканчивается нулём? В каком случае число делится на 5? Тогда и только тогда, когда последняя цифра 0 или 5. Признак делимости на 2. Число делится на 2 тогда и только тогда, когда последняя цифра чётная. 0, 2, 4, 6 или 8. Первая задача. Можно ли разменять 200 рублей при помощи 55 монет достоинством 1 рубль и 5 рублей? 1 и 5 – это числа нечётные. 55 нечётных слагаемых дадут значение суммы нечётное число. 200 получиться не может. Значит, нельзя разменять. Вторая задача. В ряд выписаны числа от 1 до 1000. Можно ли, меняя местами числа через 1, переставить их в обратном порядке? Так вот записаны числа натуральные. 1, 2, 3, 4 и так далее. Наибольшее из этих чисел – 1000. Меняя местами через одно. Смотрите, число 1. Мы меняем местами с числом 3. Вот через одно. Мы меняем местами числа одной и той же чётности. Нечётные будут меняться местами с нечётными, а чётные с чётными. Значит, число 1 на тысячное место вы никак записать не сможете, потому что это число нечётное, а это чётное. Третья задача. Назовите наименьшее натуральное число, которое при делении на 6 даёт остаток 2, а при делении на 5 даёт остаток 1. Вот формула числа, которое при делении на 6 даёт остаток 2, а это при делении на 5 даёт остаток 1. Ну, давайте решим задачу перебором, начиная с наименьшего натурального числа, которое при делении на 6 даёт остаток 2. Итак, наименьшее натуральное – это будет число 2, но при делении на 5 получится остаток 2, но не 1. Следующее будет число 8. Вот это число при делении на 6 даёт остаток 2, а при делении на 5 остаток будет 3. Дальше пойдёт 14, дальше 20 и 26. Вот число 26 – это будет наименьшее натуральное, которое при делении на 6 даст остаток 2, а при делении на 5 даст остаток 1. Итак, мы решали задачу перебором, начиная с наименьшего натурального числа. Четвёртая задача. Докажите, что произведение двух последовательных чётных чисел делится на 8. Допустим, 2n – это меньшее число, а то, которое идёт следом, чётное, будет на 2 больше. Так, раскрываем скобки. Выносим 2 как общий множитель за скобки. Так, получается 4n умножить на n плюс 1. Так, посмотрите, пожалуйста. Получилось произведение, где первый множитель 4, а дальше перемножаются числа, которые отличаются на 1. Это числа разной чётности. То есть, по крайней мере, вот одно из них будет числом, делящимся на 2. А число, делящееся на 2, можно представить в виде произведения, где один из множителей равен 2. 2 умножить на 4 – получится 8. Итак, произведение двух последовательных чётных делится на 8. Пятая задача. Можно ли ходом коня обойти все клетки шахматной доски, начав с клетки А1 и закончив на клетке H8. И на каждой клетке надо побывать ровно один раз. Итак, давайте определим, сколько же ходов придётся сделать. Итак, шахматная доска 8х8, 64 клетки. Первая клетка уже у нас занята. Это А1. Конь находится на поле А1. Значит, нужно сделать 63 хода. Если конь делает нечётное число ходов, то цвет поля поменяется. А клетка H8 имеет цвет поля точно такой же, как и А1. Значит, нельзя. Так, ответ в этой задаче – нельзя. Всё. Продолжение следует... Продолжение следует...